Какой распространенный слух в вашей школе на самом деле оказался правдой. Что во время нашей поездки на лыжную базу учитель физкультуры якобы совокуплялся с учительницей естествознания. Кто-то видел, как он зашел к ней в комнату посреди ночи. Те все отрицали, но спустя годы парочка поженилась. Что учитель английского сидел нахмуром. На самом деле это мрачноватая история. Он был обычным парнем, который в какой-то момент повредил себе колено. После операции он принимал обезболивающие, на которые в итоге и подсел, после чего начал употреблять гречку. Никто в это не верил, пока он внезапно не ушел в отпуск. Его не было почти весь учебный год, и когда он в конце концов слез с этого дерьма и вернулся, он сам рассказал свою историю ученикам, чтобы донести до них понимание того, насколько опасна эта херь. Так что да, он подтвердил этот слух. Этот случай произошел через несколько лет после моего выпуска, но тем не менее. Как-то раз одна девочка испекла печенье для всего класса и раздала его всем на уроки истории. Несколько дней спустя она сказала одноклассникам, что она добавила в это печенье прах своего почившего недавно дедушки. Так что каждый из ребят вкусил немного ее умершего деда. Многие подумали, что это просто такой странный прикол, пока кто-то не отправил на экспертизу в местный полицейский участок кусочек недоеденного печенья, и оказалось, что оно действительно содержит человеческие останки. На тот момент я уже училась в колледже, но наткнулась на заголовки новостей об этом случае, после чего написала некоторым своим друзьям, у которых в школе остались младшие братья и сестры, и узнала, что конкретно там произошло. С нами училась 18-летняя беременная девушка. Среди ребят ходили рофлы, что это ее четвертый ребенок. Говорили, что она впервые забеременела в 12 лет и поэтому не закончила девятый класс. Я подружилась с ней, потому что на физкультуре мы обе могли пройти только милю. И мне было неприятно, что люди распространяют подобные слухи, смеясь над человеком, который ради своего ребенка старается сделать себя лучше. Оказалось, что на самом деле это был ее пятый ребенок. Она родила двойню в 13 лет, затем в 14 лет она пыталась совмещать свое материнство и учебу и хотела закончить девятый класс, но снова забеременела и бросила школу. Только сейчас я понимаю, что вся эта ситуация была крайне тревожной. Надеюсь, что ей в итоге помогли. Что учитель английского спал с ученицами. Я впервые услышал этот слух в 2008 году, когда учился в 10 классе. Спустя 8 лет полиция поймала на этом учителя химии и тот решил сдать учителя английского, чтобы ему скостили срок. В общей сложности тогда посадили троих учителей. Что одна из учительниц физкультуры, очень крупная женщина, каждый год ломала трамплин для прыжков в воду. Я у нее не учился, но насколько я понял, это оказалось правдой. Разве что она сделала это только один раз. Самый распространенный слух, который ходил среди учеников, был не о нашей школе, а о школе в восточной части города. Была инфа, что в той школе кучка учениц занимались проституцией. И оказалось, что это правда. Полиция, работавшая под прикрытием, сумела арестовать около дюжины девушек. В течение многих лет у нас в школе ходили слухи про связи некоторых молодых учителей со школьницами. Несколько учителей в итоге ушли, чтобы о них больше никогда не говорили. Другие же остались, но каких-то подтверждений этим слухам не было. После этого, во время нашего выпускного вечера, полиция арестовала нашего учителя музыки. Затем, в следующем году, закрыли еще двух учителей. Прошло еще несколько лет, и за две недели до конца учебного года школа неожиданно объявила, что закрывается по финансовым причинам. Через неделю после закрытия школы арестовали еще одного учителя. Так что да, можно сказать, что все эти слухи оказались правдой. В школе ходили слухи, что наш учитель естествознания был каким-то извращенцем. А я всегда считала его милым. Спустя годы его уволили и арестовали за ЦП с оттягчающими вину обстоятельствами. Мой случай, возможно, не такой интересный, как некоторые из ваших комментов, но все же. В старших классах мне всегда говорили, что если зайти в школу после наступления темноты, то при определенных условиях можно увидеть кучу свастик, нарисованных на кирпичных стенах здания. Я думал, что это фейк, потому что если свастики реально нарисованы на стенах, то почему их не видно в любое другое время? Как-то раз вечером я задержался допоздна на заседании творческого клуба. Мы изучали экспозицию фотографий и играли со светом, чтобы у нас вышли крутые фотки. Наша встреча проходила на улице в темноте. Пока мы возились, я случайно подошел к зданию школы под определенным углом и увидел нарисованную свастику. Не знаю, была ли она нарисована аэрозольной краской, которая стерлась и оставила на кирпичах какие-то остатки, химические вещества, либо кто-то покрыл их прозрачным лаком или чем-то еще, но на стене были видны явные очертания свастики. Что наш тренер по софтболу, которому было 40, встречался с одной из своих спортсменок. Она училась в девятом классе, так что ей тогда было 15-16 лет. Он бросил жену и детей ради нее, но вскоре она поняла, что он урод и прекратила с ним отношения. Его наказанием стало отстранение от тренерской деятельности на один год, но при этом он каким-то образом сохранил работу учителя. Что один из учителей английского языка применял физическую силу к детям. Никто не поверил в это, потому что учитель был уже пожилым и очень добрым человеком. Однако как-то раз он сам рассказал нашему классу, что в 80-е годы, когда он преподавал. Каждый раз, когда ребенок начинал болтать на уроке или затеивал драку в классе, тот физически брал его за шкирку и вышвыривал из класса. Однажды у одного из детей даже случилось и трясение мозга, потому что тот ударился головой о шкафчик. Учителя отправили на курсы по управлению гневом, но он все равно продолжал преподавать в школе до самой пенсии. Что школа отправляла забеременевших девочек-подростков в альтернативную школу, потому что администрация боялась всплеска подростковых беременностей. Вполне распространенное клише для 90-х годов, но это реально оказалось правдой. Одна из моих подруг забеременела в 14 лет и ее отправили в альтернативную школу. Ей сказали, что только так они смогут удовлетворить ее особые нужды и разрешить ей пропускать занятия. В противном случае она бы не смогла долго проучиться в обычной школе. Что 60-летняя учительница рисования давала нескольким избранным ученикам частные уроки в обнаженном виде. По сути, она позировала голый для учеников, которые рисовали ее. И каждый год занималась сладкой любовью со своими любимыми учениками-интровертами. Насколько я знаю, это продолжалось в течение 10 лет. Когда ей было 63 года, она вышла замуж за своего бывшего ученика, которому на тот момент был уже 21 год. Что учительница биологии крутила роман с директором. Погоди-ка, возможно мы ходили в одну школу. А ты учитель биологии или директор? Что я взламывал компьютерные системы. Из-за этого слуха единственной хреновой оценкой в моем выпускном классе, по иронии судьбы, была информатика. Если быть точнее, меня тупо завалили. Это не я облажался. В том году у меня стояло отлично по всем предметам. Я был учеником, который помогал школе с техникой. Так что у меня был админский доступ ко всему. Именно поэтому училка и подумала, что я что-то взламывал. Она тупо поставила мне все нули за тот год. У меня было 0 баллов по этому предмету. Поэтому на следующий день, после того, как занятия уже завершились, я вошел в систему, забив логин и пароль админадмин и изменил свои оценки на прежние. На случай, если бы возник скандал, у меня на руках были реальные документы, в которых было указано, что у меня стояли отличные оценки. Но никакого скандала не возникло. Я себе это представляю так. Твоя учительница сидит в своем тускло освещенном кабинете за компьютером. В руке у нее бокал красного вина. Она улыбается, наблюдая за тем, как курсор мыши прыгает по текстовым полям. Кажется, что цифры меняются сами по себе. Нули меняются на сотни. Она делает длинный, медленный глоток вина и тихонько шепчет. Молодец, мой мальчик. Молодец. Ты сдал последний экзамен. Самым распространенным слухом у нас в старших классах был тот, что тренер по бейсболу жарит тренершу по волейболу. Суть в том, что он присутствовал на каждой волейбольной игре. А она приходила на большинство бейсбольных матчей. Люди говорили, что видели его пикап у ее дома. Кто-то говорил, что видел их вместе на концерте в 200 милях от дома. Их обоих постоянно спрашивали, не парочка ли они. И те в течение целого года все отрицали. В общем, да. Оказалось, что они встречались три года. Как это бывает у взрослых и просто держали это в секрете от учеников. Потому что старшеклассники те еще говнюки. Они поженились летом после моего выпуска. У нас в школе в старших классах учились двоюродные брат и сестра. Они встречались друг с другом. Они всегда отрицали это, но многие ребята все равно в это верили. Они реально были очень похожи, но многие считали это просто совпадением. Примерно через год они расстались и перестали общаться. По школе начали ходить слухи, что в этом замешаны их родители, которые узнали про это и запретили им общаться. Никто не знал наверняка. Нам оставалось лишь догадываться, что произошло на самом деле. На нашей пятилетней встрече выпускников кто-то, кто знал их семью, сказал, что слух о том, что они были двоюродными братом и сестрой, оказался ложью. На самом деле они были сводными братом и сестрой. Причем они даже не знали об этом, пока как-то раз их родители не рассказали им. Получается, слух оказался правдивым наполовину. В течение многих лет среди учеников ходили слухи о том, что в спортзале школы есть секретная комната, в которой стоит бильярдный стол. Это была одна из первых вещей, о которых я узнал, только придя в эту школу. Однако, несмотря на множество лжи, которую распространяли ученики в поисках недолговечной славы, сотрудники школы все упорно отрицали. Примерно через пять лет после того, как я покинул школу, ее начали сносить. Во времена моей учебы там школа была второй школой в стране с самым низким рейтингом Офстед. И о ее сотрудниках, которым приходилось иметь дело с самыми трудными детьми, был даже снят документальный фильм на Channel 4. Кончина этой школы не стала для меня шоком. Постепенно администрация прекратила прием новых учеников и сократила время работы того персонала, который еще оставался в школе. Но из-за некоторых задержек с передачей школьного участка застройщикам нового объекта, небольшого поселения для престарелых и медицинского центра, уборщикам пришлось оставаться на участке в течение двух-трех месяцев, чтобы обеспечить безопасность и сохранность здания. В последние пару дней перед передачей участка на территории провели полный осмотр, и кто-то по пути решил понаделать фотографии. Челы заходили во все помещения, большие и маленькие, а также комнаты для персонала, которые редко когда видели ученики. На фотографиях были запечатлены те участки школы, которые в последние несколько лет ее существования уже находились в плачевном состоянии. Некоторые были полностью разукрашены граффити. На фотографиях был запечатлен наш бывший класс информатики, в котором на пол была свалена старая мебель, а в холле уже не стояла пианино. Видимо его продали или отдали, кто знает. Спустя пару лет один из тех, кто ходил в тот момент по территории с осмотром, выложил полный комплект фотографий на уже удаленный профиль Facebook. Для тех, кто учился в этой школе в последние годы ее существования, было интересно взглянуть, что стало с местом, в котором ученики провели 5 лет и стали взрослыми. Увидеть фотографии знакомых мест с новых ракурсов, к примеру, с крыш одноэтажных зданий. На последней паре фотографий можно было увидеть темную промозглую котельную, которая обслуживала два древних спортзала. И почти в самом конце фотоотчета была фотография, на которой уборщики играют в бильярд. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео напишите, какой распространенный слух в вашей школе на самом деле оказался правдой. И не забудьте посмотреть наши другие видосы. Пока!